Всем привет! Меня зовут Ильдар. Я являюсь персональным тренером клуба Gold Fitness Hampton. Сегодня я хочу рассказать вам про лучшие упражнения на трицепс, которые я считаю самыми эффективными для прокачки трицепса. Пойдемте к первому упражнению, я вам расскажу о нем. Первое упражнение я выбрал жим узким хватом. Я считаю, что это упражнение является самым качественным для набора мышечной массы для трицепса. Давайте маленечко узнаем, что это такое. Трицепс – это трехглавая мышца плеча. Она у нас находится на плечевой кости на задней стороне. Трицепс состоит из трех головок. Соответственно, все три головки нам нужно задействовать максимально в работу при выполнении упражнений. То есть, соответственно, в составлении тренировочной программы на трицепс нужно делать уклон на базовые движения. Соответственно, мы там можем поднять больший вес, и наши мышцы получат нагрузку максимальную. Соответственно, все три пучка будут задействованы в работу. Сейчас я покажу, как выполняется данное упражнение, а потом расскажу все нюансы и технику. Сейчас расскажу о нюансах при выполнении данного упражнения. Обязательно мы держим четыре точки опора. То есть, мы ложимся на лавку, наша голова, лопатки, таз и ноги стоят крепко. Мы не двигаем, ни ноги не отрываем, ни таз не отрываем. Хват выбираем таким образом, чтобы, когда мы опускали, наши локти шли вдоль туловища. Слишком узкий хват мы не берем, потому что локти будут уходить в стороны. Соответственно, выбираем оптимальный хват для себя, чтобы локти шли вдоль туловища. Штангу мы опускаем на уровень под грудь, то есть, на уровень солнечного сплетения. Таким образом, наши локти будут идти перпендикулярно вниз, а предплечья будут оставаться вертикальными. Соответственно, нам будет удобно делать движения нашим трицепсом, не включая наши суставы в работу. Данное упражнение мы выполняем четыре подхода по 8-12 повторений. Переходим к следующему упражнению. Второе упражнение в моем арсенале – это французский жим лёжа на скамье. Это упражнение очень технически сложное, поэтому лучше выполнять или под надзором тренера, чтобы он вам выставил правильную технику, или же, чтобы был напарник, который знает, как выполнять данное упражнение, и он вам помог. Также, соответственно, расскажу сейчас нюансы вам, но сначала смотрим, как выполняется данное упражнение. Итак, мы сделали данное упражнение. Теперь расскажу немного о технике. Опять же повторюсь, мы ложимся, наша голова прижата плотно, наши лопатки лежат на скамье, таз у нас прижат, ноги, соответственно, стоят на полу. Я выполнял данное упражнение в технике классической, когда гриф или штанга опускается к колбу. Таким образом, наши, соответственно, локтевые суставы смотрят вверх в потолок. То есть, мы держим штангу, опускаем ее к колбу, поднимаем вверх. Движения плечами не делаем никаких, потому что есть несколько техник выполнения данного упражнения. Сейчас я покажу вторую технику выполнения данного упражнения и объясню, в чем отличие в них. Итак, сейчас я показал вам выполнение французского жима в другой технике. В чем отличие от классической? Здесь вы видели, что штанга у меня уходит за голову, тем самым я перегружаю свои плечи. Соответственно, у меня еще дополнительно включаются в работу дельтовидные, то есть передняя дельта. Соответственно, нагрузка с трицепса косвенно снимается. Плюс еще в том только, что трицепс растягивается у нас больше, потому что мы уводим за голову. А точки крепления трицепса находятся на плечевой кости и на лопатке. Соответственно, длинная головка трицепса будет растягиваться больше при таком исполнении. Но, соответственно, если мы будем брать больший вес, так же плечевые суставы будут страдать. Поэтому я выбираю классическую схему, когда у меня локти зафиксированы, я опускаю штангу только ко лбу. Ну, а как хотите вы, вы можете попробовать и так, и так, и выберите для себя лучший вариант. Но самое главное, чтобы вы не травмировались. Поэтому выбирайте вес правильно и выполняйте упражнение тоже правильно. А сейчас мы переходим к третьему упражнению. Пойдемте, я вам его покажу. Следующее упражнение в моем арсенале – французский жим с гантелей, сидя из-за головы. Данное упражнение я покажу на своем подопечном. Это мой подопечный Сергей. Он будет показывать нам упражнение. Я покажу все нюансы, все ошибки и как правильно выполняется данная техника. Присаживайся. Для выполнения данного упражнения нам понадобится гантеля, лавка без спинки, потому что руки у нас будут назад уходить с гантелей. Соответственно, чтобы нам ничего не мешало, должна быть лавка с короткой спинкой. Мы садимся, полностью прижимаем ягодицы, лопатки. Ноги ставим или на лавочку, если у нее есть такие для ног подставки, или же на пол. Гантелю поднимаем вверх. Локти у нас смотрят вперед. Возьми ее вот так, сквозь, сквозь. Голову чуть-чуть наклоняем вперед, чтобы не стукнуть себя. Локти поворачиваем вперед. Делаем вдох, опускаем вниз. Опускай. Делаем выдох, поднимаем вверх. Вдох. Вверх. Локти у нас всегда остаются на месте, для того, чтобы не травмировать локтевые суставы. Движение выполняется подконтрольно. Что вверх, что вниз. И выдох. Мы сделали данное упражнение. 12 повторений. Будем делать 4 подхода. Вес будем смотреть, исходя из сил, сколько останется. Вес подбирается таким образом, чтобы вы смогли сделать заданное количество повторений. Но чтобы было не слишком легко, чтобы, соответственно, последние 2-3 повторения были тяжелые, но не отказные. И если вы будете делать отказные повторения, то лучше прибегать к напарнику. Но часто делать такие отказные повторения нельзя, потому что центральная нервная система должна тоже так же у вас останавливаться. Основные нюансы в данном упражнении я рассказал. Мы ставим ноги плотно на подставку или на пол. Также, соответственно, таз прижимаем. Лопатки сведены. Локти смотрят вперед. В сторону мы их не отодвигаем. Дыхание не задерживаем. Дышим правильно. Опускаем плавно. И поднимаем так же. Пойдемте дальше. В следующем упражнении. Мы с вами выполнили 3 базовых упражнения. Жим узким хватом, французский жим лежа и жим гантелей сидя из-за головы. Но также в моем арсенале еще присутствует блок. Я очень люблю делать разгибания в трицепсе. Напомню, что функция трицепса – разгибание предплечья в локтевом суставе. То есть, соответственно, все упражнения задействованы именно в таком движении. То есть, трицепс будет работать, когда наши предплечья будут разгибать локтевой сустав. В блоке множество вариативностей выполнять всяких разных упражнений. Можно с прямой рукояткой, можно с косичкой, можно с одинарной рукояткой выполнять. Смысл будет один и тот же. Мы будем лишь ничтожную часть нагрузки перемещать в ту или иную сторону. Или в сторону медиальной головки, или в сторону латеральной, или же в сторону длинной. Напомню, трицепс состоит из трех головок. То есть, соответственно, мы должны в своем тренинге делать каждый раз разные упражнения. То есть, сегодня, к примеру, я сейчас покажу вам упражнение с прямой рукояткой. То есть, соответственно, хват у нас ладонь сверху. Такой хват называется пронированный. Нюансы. Я делаю чуть-чуть наклон вперед, дабы подключить чуть-чуть дельтовидные, чтобы с тяжелым весом мне было легче справиться, чтобы при напряжении дельт вес у меня не вырывал мои локти вперед. Делаем выдох, разгибаем. Делаем вдох, растягиваем трицепс вверх. Выдох, вдох, выдох, вдох. Локти у нас всегда остаются под плечом. Вперед мы никаких движений локтями не совершаем, дабы не снимать нагрузку с трицепса. Смотрим дальше. При смене пронированного хвата на супинированный хват нагрузка у нас смещается в сторону длинной головки. То есть, соответственно, уже трицепс работает по-другому. Техника остается такая же, только хват, соответственно, мы берем ладонь сверху. И еще вариант третий. Можно делать трицепс по одной руке. Это делается для того, чтобы трицепс развивался гармонично как на правой, так и на левой руке. То есть, сначала мы делаем разгибание одной рукой. Техника, повторяюсь, все такая же. Локоть у нас прижат, находится под плечом, и мы его никуда не двигаем, ни вперед, ни назад. И, соответственно, также выполняем на вторую руку. При выполнении с обычной рукояткой, где мы держимся двумя руками, нагрузку будет забирать та рука больше, которая сильнее. Если ваша правая рука сильнее, то, соответственно, правая рука будет давить больше, чем левая. В связи с этим могут разлиться диспропорции. Одна рука будет больше, другая меньше. Соответственно, вносим также коррективы для одной руки и для второй руки. Попробуйте, я думаю, вам эти упражнения понравятся. Наша тренировка подошла к концу. Сегодня у нас тема была «Лучшие упражнения для трицепса», которые, на мой взгляд, являются самыми основными. Но на самом деле я использую намного больше упражнений для трицепса, но это уже вариативность всех тех упражнений, которые показывал сегодня я. Для вас подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, и мы с радостью ответим на них и запишем для вас новые видео. Так что будьте с нами! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok